Приветствую на канале правильный выбор. Сегодня я расскажу о смарт-тв приставке X96 Max+. В описании к видео вы найдете ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель. В комментариях пишите свое мнение об этом устройстве, а также не забывайте подписаться и включить колокольчик, а также поставить лайк, мне будет очень приятно. Дизайн приставки просто элегантен, просто квадратная черная пластиковая коробка с кривизной по углам, очень компактная и весом 150 грамм. Выглядит качественно и солидно, наверху есть логотип X96 Max+, белого цвета. Что касается передней панели, то там есть синий светодиодный дисплей, который отображает время и статус Wi-Fi, разрешение HD и так далее. Приставка работает на базе мощного четырехъядерного процессора Amlogic S905X, построенного на архитектуре Cortex-A55. За работу видеосистем отвечает двухъядерный видеопроцессор G31 и обеспечивает качественную работу с тяжелыми форматами видео. Смарт-приставка имеет от 2 до 4 ГБ оперативной и от 16 до 64 ГБ встроенной памяти. Поддерживает связь по Bluetooth 4.1 и двухдиапазонный Wi-Fi. Сок, используемый в устройстве, это 64-разрядный четырехъядерный процессор Amlogic S905X3 ARM Cortex-A55 1.9 ГГц, который известен своим хорошим качеством изготовления, поэтому мы видим его во многих современных устройствах TV-Box. Графический процессор Maligi 31MP2, который обеспечивает хорошую производительность в таких устройствах. Не забывая от 2 ГБ оперативной памяти DDR3 или 4 ГБ для более широких возможностей и многозадачности, а также обеспечивает отличные результаты навигации и запуска приложений. Что касается емкости хранилища, у него есть три варианта 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ и MMC. Если этого недостаточно, есть слот для карт TF для расширения до 128 ГБ. Что касается возможности подключения, этот TV-Box имеет двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 ГГц в версии с 4 ГБ ОЗУ, а в версии 2 ГБ только 2.4 ГГц. Но есть еще гигабитная проводная сеть на обоих версиях, которая работает очень хорошо. Телевизионная приставка на базе Android оснащена новейшей OS Android 9.0, обеспечивает более эффективную безопасную работу, лучшую совместимость с новейшими приложениями, что улучшает взаимодействие с пользователем. iOS имеет предварительный рут-доступ для доступа к большому количеству разрешений и установки приложений, которые требуют активации рут, но не имеют корневого переключателя. Пользовательский интерфейс красивый, простой и быстрый. Выглядит как Android TV. Max Plus совместим с альтернативными программами запуска, такими как ADW. Кроме того, TV-приставка поставляется с предустановленными приложениями, которые вам понадобятся, такими как браузер, Netflix, Miracast, KDPlayer, YouTube и так далее. Поддерживает сервисы Google и позволяет устанавливать любое приложение, доступное в магазине, либо в стороннем магазине. Также вы можете использовать браузер Google для поиска приложений APK, а затем загружать и устанавливать нужное приложение. Я проанализировал отзывы реальных покупателей и выделил основные отрицательные. Постоянные ошибки системных программ. Со стандартным пультом пользоваться приставкой крайне неудобно. Плохое охлаждение. Греется. Невозможно включить приставку после сна. Сложно настроить. Нет батареек в комплекте. Нелокализованная инструкция по применению. Самопроизвольно включается. Теперь поговорим о положительных отзывах. Android. Цена. Нет лагов. Не вылетает. Стабильно работает. Мало греется. Позволяет смотреть бесплатно тысячу каналов ТВ и массу фильмов. Хорошо принимает сигнал Wi-Fi. Легкие настройки. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор и вы уже поставили лайк под это видео. Не забудьте подписаться и включить колокольчик, а также написать приятный комментарий. Всем пока!